Здравствуйте! Это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. 19 октября следователи-криминалисты отмечают свой профессиональный праздник. Об этой интересной, но очень непростой работе сегодня мы поговорим с Евгением Горбачевым. Здравствуйте, Евгений Викторович. Расскажите, пожалуйста, кто же такие следователи-криминалисты и вообще какие задачи они сегодня решают? Наша служба криминалистики родилась из подразделений прокуратуры. То есть при выделении Следственного комитета из органов прокуратуры была организована служба криминалистики в системе Следственного комитета, которая уходит своими корнями далеко в 1954 год, когда распоряжением Генерального прокурора 18 октября 1954 года было создано подразделение фактически прокуроров-криминалистов, тогда они назывались. На них были возложены основные задачи по внедрению криминалистических средств, новейших разработок каких-то в науке для раскрытия и расследования преступлений. Эта функция до сих пор сохранилась на подразделениях криминалистики в системе Следственного комитета, но кроме всего прочего на нас возложены организации криминалистического сопровождения предварительного следствия, экспертное обеспечение предварительного следствия, некоторые вопросы процессуального контроля за деятельностью следователей и опять же внедрение новых методик и обучение следователей расследованию преступлений и их раскрытию. Ну и какая роль отводится им в расследовании преступлений? Мы в соответствии с возложенными на нас обязанностями и приказами можем сами расследовать преступления, можем давать указания и направлять ход расследования. Но, как чаще показывает практика, фактически мы вместе со следователями расследуем наиболее тяжкие, особо значимые преступления, а также преступления, совершенные в условиях неочевидности, либо совершенные в прошлые годы. Вы можете рассказать, как именно Вы участвуете в этих расследованиях? Расследование любого уголовного дела начинается с комплекса первоначальных следственных действий. Это не просто возбуждение, вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. Это и ряд серьезных мероприятий, которые предшествуют до этого момента и, соответственно, после возбуждения уголовного дела. Методика расследования каждого преступления, будь то преступление против личности, это убийство, изнасилование или коррупционное преступление, отличаются друг от друга. Поэтому, в соответствии с возложенными на нас обязанностями, мы чаще всего привлекаемся к работе при расследовании преступлений против личности, совершенных в условиях неочевидности, то есть так называемых темных глухарей. Чаще всего следователи, криминалисты непосредственно участие принимают в осмотрах места происшествия. Те объекты и те вещества, которые добыты в результате этих осмотров, обнаружены следы преступления. Соответственно, по ним назначаются судебные экспертизы, которые помогают нам установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, фактически преступника. Соответственно, после этого, как мы обнаруживаем следы, назначаются экспертизы, которые проводятся, получаются непровержимые доказательства причастности того или иного лица к преступлению и фактически привлечения его к уголовной ответственности в последующем. Но при этом в СМИ после раскрытия преступлений у нас обычно хвалят следователей, простых следователей. Вообще справедливо? Работа по расследованию уголовного дела, любого уголовного дела, невозможно осуществить одним следователем. Это труд многих людей. Да, следователь организует и направляет ход расследования. Следователь, безусловно. Но у него за его спиной работает целая команда. Это, прежде всего, сотрудники уголовного розыска, это эксперты всех экспертных служб, которые есть и на территории Республики Хакасия, и за ее пределами. Это и штат следственного управления, в том числе следователи-криминалисты. Если следователь не может в полном объеме провести расследование по тому или иному неочевидному преступлению, то следователь-криминалист ему помогает. Вместе с ним выезжает на место происшествия, помогает обнаружить, отыскать следы преступления, изъять их, правильно согласовать вопросы, правильно поставить их перед экспертом при назначении судебных экспертиз. Вплоть до того, чтобы увести эти экспертные объекты на экспертизу, получить заключение и уже проанализировать весь объем полученных доказательств для того, чтобы решить дальнейшую судьбу дела. Но людям нужны подробности, нужны интересные дела. Расскажите что-нибудь в своей работе. Очень часто на территории республики совершаются, к сожалению, преступления, тяжкие, особо тяжкие, по которым своевременно принимаются меры реагирования для установления лица, совершивших преступление, и избрания ему. Соответственно, изоляция полного от общества для избрания его меры пресечения, например, в виде заключения под стражу. Буквально вот недавно, можно сказать, мы раскрыли уголовное преступление по факту совершения изнасилования в Ширинском районе, вот именно благодаря кропотливой работе по сбору вещественных доказательств на месте преступления, на месте происшествия. Было совершено изнасилование под угрозой применения ножа. Молодую женщину посадили в автомобиль, совершили в отношении насильства половак, неизвестный ей мужчина, который проезжал мимо по дороге и уехал. То есть место происшествия, фактически автомобиль и лицо, совершившее преступление, не было установлено. Но в результате работы с потерпевшей, подробному ее допросу, было установлено примерное место, где это происходило. Кропотливо осмотрели весь этот участок, нашли следы биологического происхождения, назначили генетическую экспертизу. Наши коллеги в ЭКЦ ГУМВД России по Красноярскому краю оперативно провели судебную экспертизу. Мы буквально в течение пяти дней после совершения преступления уже распалил, лагали ДНК преступника, который отбывал наказание на территории Республики Хакасия в одной из наших колоний за ранее совершенное преступление и состоял в базе ДНК. Поэтому он был установлен и очень сильно удивлен, когда спустя неделю к нему приехали и задержали его, заключив под стражу. Он полностью отрицал причастность к совершенному преступлению, но в данном случае его показания, может быть, не настолько важны для установления всех обстоятельств уголовного дела, потому что они известны со слов потерпевшей и подтверждены добытыми в ходе следствия доказательствами, объективными и, я считаю, неопроверженными. — Кроме всего прочего, ваше управление занимается розыском пропавших людей. Вы самостоятельно это делаете или прибегаете к помощи каких-то волонтерских организаций, населения? — А вот опять же, розыск без вести пропавших граждан является одной из приоритетных направлений деятельности криминалистики, и мы осуществляем профессиональный контроль за этим направлением. То есть фактически, когда теряется человек, подразумевается, что он стал жертвой того или иного преступления. Поэтому проводится ряд следственных и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и поисковые мероприятия, о которых вы говорите. В данном конкретном случае все зависит от того, кого мы разыскиваем. Есть определенные категории разыскиваемых, к поиску которых привлекается большая масса и личного состава органов внутренних дел, и Министерства чрезвычайных ситуаций, и волонтерские движения. В частности, сейчас расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Баргаяковой, по которому привлекалась большая масса личного состава. Благодаря руководству воинской части у нас было более 100 солдат привлечено для прочесывания местности, где могла быть обнаружена либо ее личная вещь, либо ее труп. Но, к сожалению, пока поиски положительных результатов не принесли, у нас есть еще над чем работать по этому уголовному делу, но лицо, подлежащее привлечению, пока в качестве обвинения не установлено, к сожалению, по этому уголовному делу. Но я не теряю надежду, что мы все-таки найдем и привлекаем преступника к ответственности. Будем надеяться, что все получится. — Сегодня на службе криминалистики новейшие достижения науки и техники. Какую вообще вы сейчас используете в работе? Есть у вас так называемый чемодан следователя. Что там хранится вообще? Расскажите о том, чем вы можете воспользоваться сегодня. — У нас достаточно богатый арсенал, и это очень приятно говорить, потому что оснащение подразделений криминалистики осуществляется все-таки не по остаточному принципу. Оно продумано, идет непосредственно с Москвы, заключается контракт, и она поставляет самая современная техника, которая используется для расследования, раскрытия преступлений. Это приборы, которые позволяют находить скрытые следы биологического происхождения, в том числе и удаленные, так скажем, замытые следы, под различными углами света при различном освещении. То есть он создает специальный свет, длину волны выбирает прибор, и те или иные следы мы обнаруживаем на поверхности каких-либо угодно предметов. Есть у нас и приборы, которые позволяют восстанавливать удаленные цифровые данные с различных носителей. Это программное обеспечение, оно лицензировано, находится под грифом, так скажем, для служебного пользования. Его возможности, они широки, но не безграничны, как у любой техники. Поэтому, ну, в нашей следственной деятельности есть конкретные примеры, когда нам эти приборы помогают в работе. Цианокрилатная камера, очень дорогостоящая к нам пришла сейчас, она обнаруживает фактически следы пальцев рук на любых поверхностях. То есть, если обычные дактилоскопические порошки обнаруживают следы и могут их выявить только на поверхность, которые более-менее сглажены, определенного цвета, идеальная поверхность для следов рук, это, конечно же, стекло, то цианокрилатная камера может выявить следы рук на поверхности, непригодные фактически для выявления дактилоскопическими порошками, такие как дерево, это кожа, это кожезаменители и даже некоторые текстильные материалы. Ну и у вас есть возможность поздравить своих коллег с этим профессиональным днем? Я, пользуясь случаем, конечно же, хочу поздравить своих коллег с праздником следователя-криминалиста, пожелать им, прежде всего, меньше глухарей и темнух, здоровья хочу пожелать. И руководство в своей работе принципом работы МЧС. Чем меньше работы, тем лучше криминогенная ситуация в данном конкретном регионе. Всех с праздником, всем большое спасибо. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Спасибо, что нашли время, чтобы ответить на наши вопросы.